Продолжение следует... ...всего на год. Однако такая небольшая разница в возрасте почему-то давала ей право чувствовать себя умнее. Как бы там ни было, общий язык мы находили легко. Когда окончился очередной учебный год и мама сообщила, что пора собирать вещи для поездки в деревню, я обрадовалась. Тем более, что лето в этом году планировалось жарким и солнечным. В душном городе в такую погоду делать нечего. Я уже представлял о себе купание в реке, прогулки по деревне и походы в лес. Вудки на меня, как обычно, отвез папа. Задерживаться в деревне он не стал. И попив чаю с тетей Аней, поспешил вернуться в город. «Дана, мы с мамой обязательно выберемся к вам на выходные», — пообещал мне он. «Причин не верить папе у меня не было. Они с мамой, как и я, любили проводить время в Уткино. Вот только из-за работы выбраться удавалось далеко не каждый выходной. Проводив папу до машины и помахав ему рукой на прощание, я вернулась в дом. «Тетя Аня, где Никита и Эля?» — решила уточнить я. «Убежали на речку», — ответила тетя. «Они обещали вернуться к твоему приезду. Я им уже звонил, а скоро буду дома». «Отлично», — обрадовалась я. «Мне не терпится узнать последние новости». «Новостей у нас достаточно», — воскликнула тетя. «Столько всего необычного произошло за последнее время. Но, думаю, Эля и Никита сами захотят тебе обо всем рассказать». «Конечно», — согласилась я. «Мы так давно не общались, если не считать переписку в соцсетях». «Я заметила, что вы практически не созваниваетесь», — отметила тетя. «Почему?» «Написать сообщение гораздо удобнее», — ответила я. «А мне кажется, что лучше сделать звонок и все подробно обсудить», — не согласилась тетя. Из прихожей послышался звук голосов. Похоже, Эля и Никита вернулись с пляжа. Я поспешил к ним навстречу. «Да она! Наконец-то приехала!» — обрадовалась Эля. «Мы тебя уже заждались», — сообщил Никита. «Да мне и самой надоело в городе», — призналась я. «Тетя сказала, что у вас много чего интересного произошло». «Это точно!» — с самым загадочным видом произнес Никита. «Нам есть, что тебе рассказать». «Пошли в мою комнату», — предложил я. «Вы мне все расскажете, а я пока разберу свои вещи». Моя спальня, как и спальня двоюродных брата и сестры, располагалась на втором этаже. Оказавшись в моей комнате, я сразу принялась разбирать рюкзак и развешивать вещи в шкафу. А Эля и Никита устроились на диване и принялись делиться последними новостями. «В нашей деревне появилась новая жительница», — сообщил Никита. «Наша ровесница?» — предположил я. «Не-е-е», — покачала головой Эля. «Ей на вид лет пятьдесят, может, чуть больше». «И чем она вас так заинтересовала?» — не поняла я. «Вряд ли у нас с ней будут общие темы для разговоров». «Мы не сказали самое главное», — загадочным голосом произнес Никита. «Она поселилась в доме, который расположился ближе всех к лесу». Я ахнула от удивления. Дом, стоящий на краю деревни, пользовался дурной славой. Наши друзья рассказывали, что раньше в нем жила самая настоящая ведьма, которая держала в страхе все уткино. Она могла запросто навести порчу на человека, организовать засуху или, наоборот, вызвать сильные и затяжные дожди. Вот только как давно дом пустовал, никто из деревенских друзей сказать не мог. Надя, 17-летняя соседка моих брата и сестры, утверждала, что колдунья уехала из деревни более ста лет назад. Зато Антон, 13-летний мальчик, с которым мы общались, говорил, будто ведьма еще 10 лет назад жила в деревне. Ни я, ни Никита, ни Эля никак не могли вспомнить, пустовал дом на окраине 10 лет назад или нет. Тетя Аня почему-то никаких объяснений по этому поводу нам не давала. «Не стоит искать загадки там, где их нет», – попросила она. Дом передавался по наследству старших родственников младшим. Было время, когда в нем жил кто-то, иногда дом пустовал. Вот и все. Вот и весь ответ на наши многочисленные вопросы. Разговоры о доме на окраине деревни то затихали, то разгорались с новой силой. И хоть в доме много лет никто не жил, выглядел он довольно прилично. Крепкая бревенчатая избушка. Обычно дома, оставшиеся без хозяев, быстро приходили в запустение, но не этот. «И что?» – спросил я у друзей. «Новая хозяйка дома колдунья?» «Да понятия не имею», – ответила Эля. Она переехала всего месяц назад. Ни с кем из местных жителей не общается. Даже в деревенский магазин не заходит. «А что вообще про нее известно?» – уточнила я. «Да практически ничего», – ответил Никита. Галина Сергеевна переехала в Уткино на постоянное место жительства. Она получила этот дом в наследство от дальней родственницы. Живет обособленно, знакомств не заводит, любит гулять по лесу. «Ого!» – воскликнула я. «Столько информации, но никаких подробностей!» «Мы следим за ней», – сообщила Эля. «Как?» – вновь удивилась я. «Надеюсь, что незаметно», – сказал Никита. «Мы в разное время суток приходим к ее дому. Прячемся в кустах и наблюдаем. Складывается ощущение, что Галина Сергеевна что-то ищет в лесу», – подхватила Эля. «Знать бы что. Если она родственница, жившая в деревне колдуньи, то я могу предположить. Она ищет какой-то магический предмет», – догадалась я. «Скорее всего», – вздохнула Эля. «Вот только чем закончатся эти поиски? Если она не найдет то, что ищет деревня, будет и дальше жить спокойно. Если найдет, здесь опять начнутся неприятности, порча, засуха, потопы», – спросила я. «Но это же все на уровне слухов. Нет дыма без огня», – зловещим шепотом произнес Никита. «Мы должны быть в курсе того, что делает ведьма». «Может, она никакая и не ведьма», – воскликнул я. «А почему она тогда живет в этом доме?», – заявил Никита. «Она точно как-то связана с магией». День мы провели на свежем воздухе. Сходили на пляж, прогулялись по деревне и даже побывали возле дома колдуньи. Галину Сергеевну видно не было. Однако подходить близко к избушке мы побоялись. Только заглянули через невысокий забор. Двор выглядел вполне ухоженным. В огороде за домиком расположились ровные грядки с зеленью. «Ничего такого, из-за чего можно было бы заподозрить Галину Сергеевну в колдовстве, я не заметила». «Видишь?», – что потом спросил у меня Никита. «Что именно?», – уточнила я. «Она точно колдунья», – заявил брат. «Такой порядок во дворе». «Хм, действительно. Большинство жителей деревни во дворе можно было заметить садовый инвентарь, велосипеды, резиновые сапоги и множество других вещей. Возле нашего дома валялись мечи, ракетки, валанчики. Во дворе Галины Сергеевны ничего подобного не наблюдалось. «То, что человек приучен к порядку, ничего не значит», – сказала я. «То, что Галина Сергеевна привыкла сразу убирать вещи на место, не делает ее ведьмой». «Тише, она идет», – шикнула на меня Эля. Со стороны леса к дому приближалась высокая стройная фигура. На вид женщине действительно было лет пятьдесят. В ее внешности не было ничего необычного. Лишь волосы. Огненно-рыжего цвета. Галина Сергеевна молча прошла мимо нас. Даже если у нее появился вопрос, что мы здесь делаем возле ее дома, высказан он не был. Мы направились в сторону леса, сделав вид, что просто гуляем. Обратила внимание на ее волосы? Не сдавался Никита. «Конечно», – ответила я. «Такой яркий цвет». Но если это еще один из твоих аргументов в пользу того, что Галина Сергеевна колдунья, то я не согласна. Многие женщины красят волосы в яркие тона. Кстати, а ночами Галина Сергеевна находится дома? Не проводит какие-нибудь магические обряды? Не знаю. Ответила Эля. «Ночью-то мы за ней не следим». «А почему?» Удивилась я. «Мне кажется, что темное время суток больше всего подходит для различных таинственных дел». «А кто же нас отпустит на столь позднюю-то прогулку?» Ехидна спросила Эля. «Тетя Аня так крепко спит, что ничего не заметит», – воскликнула я. Она ложится спать рано около девяти вечера. Ее сон не нарушала ни громкая музыка, ни наш смех, ни работающий телевизор. «Ты предлагаешь уйти без разрешения?» Ужаснула Эля. «Можно подумать, ты ни разу так не делала», – посмеялся Никита. «А вечерняя дискотека, а свидание с Максимом?» «А ты откуда знаешь?» – удивилась Эля. «Я тоже сбегал на танцы», – заявил брат. «И на свидание пару раз сходил». «С кем это?» – заинтересовалась Эля. «Не твое дело», – огрызнулся Никита. «Хватит спорить», – попросил ребят я. «Давайте подумаем, во сколько нам надо выйти из дома. В одиннадцать? Двенадцать?» «В одиннадцать», – решила Эля. «Мне кажется, что полночь – самое лучшее время для магии». «Я в этом не слишком уверен», – покачала головой я. «Но если ты так считаешь, выйдем из дома в одиннадцать». Приняв решение, мы с Никитой и Элей принялись готовиться к ночной прогулке. Зарядили мобильный телефон и положили в рюкзак фонарики. Эля предложила взять с собой термос с чаем. «Вдруг нам придется долго наблюдать за домом», – пояснила она. «Тогда берем с собой бутерброды», – рассмеялся Никита. «Отличная идея», – тут же откликнула Селия. Тетя Аня не изменилась своим привычкам и отправилась спать ровно в девять. Мы немного отдохнули перед вечерней прогулкой, а уже ровно в одиннадцать осторожно вышли из дома. До места жительства предполагаемой ведьмы мы добрались быстро и без приключений. Свет в ее окнах не горел. Похоже, Галина Сергеевна мирно спит. Сразу догадалась я. А может и нет. Не согласился со мной Никита. «Нам лучше спрятаться вон в тех кустах», – показала Эля. Мы с Никитой всегда наблюдали за домом Галины Сергеевны оттуда. Мы спрятались в пышных зеленых кустах и внимательно посмотрели в сторону дома колдуньи. Ничего интересного, тем более странного, там не происходило. «Похоже, о том, что мое предположение о том, что Галина Сергеевна уже легла спать, оказалось верным. Надо возвращаться домой», – предложила я после получасового сидения в кустах. «Меня уже комары изгусали, еще очень хотелось спать». «Еще пятнадцать минут посидим и пойдем», – прошептала Эля. Видимо, ей тоже не слишком нравилось сидеть без дела. «Но ведьма может выйти на прогулку и в двенадцать, и в час, и в два», – возмутился Никита. «Мы все равно не можем здесь сидеть всю ночь», – шикнул на него Эля. Следующие десять минут мы провели в полном молчании. Эля достала из рюкзака термос чаем. Никита полез за бутербродами. Слежка за ведьмой стала напоминать обычный пикник. Я тоже налила себе стаканчик чая и принялась за чтение новостей в соцсети. «Девочки, смотрите», – отвлек меня от интересного занятия Никита. Галина Сергеевна вышла из дома. «Отлично», – отреагировала Эля. «Идем за ней. Только тихо». Галина Сергеевна передвигалась в темноте достаточно быстро. Мы еле поспевали за ней. Боясь выдать свое присутствие, мы не могли подойти слишком близко к женщине. И, естественно, фонариками воспользоваться тоже не было возможности. Галина Сергеевна спешила вглубь леса. Через пятнадцать минут женщина вышла на одну из лесных полянок. Спрятавшись в кустах, мы внимательно наблюдали за тем, что она там делает. Галина Сергеевна подошла к большому камню, лежащему на краю полянки, и прикоснулась к нему рукой. К нашему удивлению, камень тут же сдвинулся в сторону, словно совершенно ничего не весил. Теперь и я ничуть не сомневалась в том, что Галина Сергеевна – самая настоящая колдунья. Ведьма достала из-под камня какой-то предмет, после чего так же легко вернула огромный булыжник на место. Проделав эти манипуляции, Галина Сергеевна пошла в направлении деревни. Когда она проходила мимо кустов, где мы с ребятами спрятались, я успела заметить, что в руках женщина держала то ли толстую тетрадь, то ли книгу. Следить за ведьмой, возвращающейся домой, мы не стали. Дождавшись, пока женщина скроется из вида, мы вышли на тропинку и медленно побрели в сторону дома. «Что за тетрадь пряталась под камнем?» – шепотом спросила Эля. «Понятия не имею». Так же тихо ответила я. «Это точно тетрадь, не книга?» «Может, и книга», – воскликнул Никита. «Я плохо рассмотрел». «Там могут быть записаны заговоры, заклинания там всякие», – догадалась Эля. «Или описаны магические обряды», – предположила я. «В любом случае, обычную тетрадку вряд ли бы так тщательно спрятали», – подытожил Никита. «Утром надо прогуляться возле дома колдуньи», – решила Эля. «Вдруг мы заметим нечто подозрительное. А вообще было бы неплохо заглянуть в эту тетрадь. Не думаю, что Галина Сергеевна нам это позволит», – покачала голову я. «Естественно», – воскликнула Эля. «Надо сделать это тайно, пока она не видит». «Надо проникнуть в ее дом и найти тетрадь», – решил Никита. «Более глупой идеи я еще не слышала», – резко заявила я. «А если она догадается, что кто-то был в ее доме, нам тогда точно не поздоровится». «Да она, вдруг она начнет колдовать против жителей деревни», – спросила Эля. «Мы должны быть готовы к такому повороту», – решил Никита. «Если ведьма задумала что-то нехорошее, нам лучше об этом заранее знать». «Я против того, чтобы лезть в чужой дом», – стояла на своем «я». «А если Галина Сергеевна застукает нас, тогда у нас могут быть не только проблемы с колдунью, но и с законом». «Начнем с того, что внимательно понаблюдаем за ведьмой». «Первая решила прекратить спор Эля». «А дальше будем действовать по ситуации». «Получится заглянуть в тетрадь, хорошо, а если не получится, то просто будем на чеку». «Ладно», – вздохнула я. «Мне было понятно, что Эля и Никита просто так не сдадутся, а будут искать возможность заглянуть в тетрадь колдунья». Тетя Аня даже не заметила нашего отсутствия, хотя утром за завтраком отметила, что мы не выглядим бодрыми и отдохнувшими. «У вас усталый вид», – сказала тетя, когда мы собрались на кухне. «Плохо спали ночью», – «долго болтали», – тут же ответила Эля. «Столько всего нужно было друг другу рассказать». «Постарайтесь ложиться вовремя», – попросила тетя. «А наговориться еще успеете. Какие планы на сегодня?» «Пойдем гулять», – ответила за всех Эля. «Может, встретим кого-нибудь из местных ребят». «Я слышала, что вы частенько гуляете у дома Галины Сергеевны», – проявила осведомленность тетя Аня. «Неужели следить за ней вздумали?» «Не», – самым честным видом ответил Никита. «Просто мы иногда ходим гулять в лес, а тропинка ведет как раз мимо дома колдунья». «Не вздумайте беспокоить эту женщину», – строго попросила тетя. «Я хоть и не верю в майки, но мало ли что». «Даже не думали о ней», – соврала Эля. По дороге к дому колдунью мы встретили Антона. «Идете следить за ведьмой?» – тут же спросил он у нас. «Тише», – шикнул на него Эля. «Мама и так сегодня спрашивала, не слишком ли часто мы гуляем возле дома Галины Сергеевны. Похоже, наш к ней интерес уже ни для кого не является секретом». «Лично я ее не боюсь», – смело заявил Антон. «Посмотрим, как ты затопаешь, когда она превратит тебя в свинку», – сказал Никита. «Лучше послушай, что мы виделись сегодня ночью». Брат начал пересказывать приятелю о том, что нам удалось выяснить. «Вот это да», – воскликнул Антон, внимательно выслушав наш рассказ. «Надо забрать у колдунья ее тетрадь». «Мне кажется», – решил высказаться я. Тетрадь изначально принадлежала не Галине Сергеевне, а кому-то из ее предков, иначе она не стала бы прятать ее в лесу под камнем. «Скорее всего, да, она права», – поддержал меня Элли. Галина Сергеевна часто ходила гулять по лесу, словно искала там что-то. Получается, у нее была информация о том, что там находится магический предмет. Этой ночью у ведьмы получилось установить точное место тайника. «А под камнем больше ничего не было?» – спросил Антон. «Понятия не имею», – ответила я за всех. «Мы не смотрели». «Ну как же так?» – воскликнул приятель. «Надо обязательно проверить, вдруг там еще что-то лежит». «Антон, камень очень большой», – напомнила я. Галина Сергеевна сдвинула его с места при помощи заклинания. «Нам заглянуть под него вряд ли удастся». «Да, Антон прав», – поддержал приятель Никита. «Мы видели место, где колдунья хранила загадочную тетрадь, и даже не попытались это место изучить». «Тогда не будем терять время зря», – решила Элли. «Идем в лес». «Мы хорошо запомнили, на какой именно полянке Галина Сергеевна достала из-под камня тетрадь. Мимо дома колдунья мы практически пробежали бегом, даже не пытаясь рассмотреть то, что происходит во дворе. Сейчас наши мысли занимал большой камень, расположившийся на лесной полянке. Сможем ли мы его сдвинуть с места? Осталось ли что-то интересное в тайнике? В светлое время суток путь до полянки занял гораздо меньше времени. Буквально за 10 минут мы добрались, до нужного места. «Вот под этим камнем у ведьмы устроен тайник», – показал Никита. Антон тут же побежал в сторону булыжника с явным желанием столкнуть его в сторону. «Стой!» Неожиданная догадка посетила мой мозг. «Не трогай!» «Дана, ты чё?» – не поняла Элли. «А вдруг камень охраняет какая-то магическая сила, и Антон ударится током?» – высказал предположение я. «Током?» – рассмеялся Никита. «Вряд ли такое может быть. Я не совсем верно выразилась», – принялась оправдываться я. «Но смысл сказанного мною вы поняли». Антон, немного не дойдя до камня, испуганно замер на месте. «И что делать?» – спросил у меня он. Я не нашелась, что ответить. Тем временем Никита поднял с земли камень поменьше и бросил его в сторону булыжника. «Ничего страшного или странного не произошло». Тогда приятель взял в руки палку и смело ткнул ею в большой камень. «Ничего плохого не происходит», – сообщил он нам. «Никакой магии». Антон вновь приблизился к камню и уперся в него обеими руками. «Как я предполагала, булыжник ни на сантиметр не сдвинулся». «Никита, помоги», – попросил Антон. Парни вдвоем попытались отодвинуть камень, но ничего не вышло. Мы с Элей присоединились к ребятам, но и это не помогло. «Камень, конечно, не маленький», – задумчиво произнесла сестра. «Но вчетвером мы должны были с ним справиться». «Он заколдован», – произнесла я. «Мы же своими глазами видели, как ночью колдунья сдвинула его в сторону одной рукой». «Не получается заглянуть под камень, давайте хоть вокруг него все как следует изучим». – попросил Антон. Мы не стали с ним спорить и, опустившись на колени, принялись внимательно изучать траву. «Ничего интересного не вижу». Элей первой наскучила это занятие. «Я тоже». Я поднялась на ноги. «Вы просто невнимательны», – торжественным голосом произнес Антон. «Что ты нашел?» – тут же заинтересовался Никита. Антон показал нам небольшой деревянный предмет, «похожий на шариковую ручку, вот только без стерни». «Думаешь, это магический предмет?» – уточнила Эля. «А ты присмотрись получше», – попросил Антон. «На нем нанесены какие-то непонятные символы». «Действительно, ручку украшали слова на неизвестном мне языке». «Мне кажется, я догадалась, что это», – сообщил ребятам я. «Возможно, именно этой ручкой нужно писать свои желания в тетради, забранной колдуньей из тайника. И только в этом случае они исполнятся». «Думаешь?» – с недоверием уточнил меня Никита. «Может, это совсем не ручка, а, например, волшебная палочка?» «Взбахнешь ею, произнесешь желание, и оно тут же исполнится». Никита забрал палочку из рук Антона и помахал ее в воздухе. «Хочу огромное мороженое», – воскликнул он. «Ничего не произошло. Чему я даже не удивилась?» «Дай сюда», – попросила Эля. «Еще не хватало сломать ее. Ручка – волшебная палочка. Думаю, что мы скоро узнаем назначение этого предмета». «Интересно, как?» – спросила я. «Просто попытаемся найти похожие предметы в интернете», – ответила Эля. «Уверена, что это не составит труда». «Ты права», – согласилась я с сестрой. «Да информацию о магической тетради тоже можно там поискать. Сейчас идем к нам», – решила Эля. «Поищем сайты, на которых есть информация о магии, колдовстве и прочих интересных вещах». Эля убрала ручку в свою сумку и передвинулась в сторону деревни. «По дороге к дому мы строили предположение, что за предмет оказался в наших руках». «А что, если это специальный ключ от тайной двери?» – высказал свою версию Никита. «Ключ?» – переспросила Эля. «На ключ это совершенно не похоже». «Ребята!» – привлек наше внимание Антон. «Мне кажется, что верное предположение высказала именно Дана. Мы как раз проходили мимо дома колдуньи». Галина Сергеевна сидела в беседке во дворе. На столе перед ней лежала открытая тетрадь. Я догадалась, что это именно та тетрадь, которую женщина забрала ночью из леса. Галина Сергеевна пыталась что-то написать в ней, но, видимо, ничего не выходило. Женщина отбросила ручку в сторону и взялась за карандаш, который уже через секунду был брошен на стол. В ход пошла другая ручка. Потом ведьма пыталась использовать в качестве пишущего предмета ветку дерева и опять осталась недовольна результатом. Мы так заинтересовались происходящим, что сами не заметили, как остановились возле забора и без всякого стеснения стали разглядывать хозяйку дома. Галина Сергеевна практически сразу почувствовала на себе наши взгляды. Повернулась к нам. Она так посмотрела на нашу дружную компанию, что у меня мурашки по телу пробежали. Мне показалось, будто ведьма догадалась о том, какая находка оказалась в наших руках. Галина Сергеевна сверлила нас взглядом до тех пор, пока мы не отошли от забора ее дома. «Видели, как она нас смотрит?» – прошептал Антон. «Словно подозревает в чем-то». «Надо добыть эту тетрадь», – решила Эля. «Я даже боюсь представить, сколько с ее помощью можно устроить неприятности жителям деревни». Пройдя домой, мы расположились в моей комнате и включили ноутбук. «Что конкретно мы будем искать?» – спросил я, открывая браузер для поиска. «Магическая тетрадь», – предложила Эля. Я застучала пальцами по клавишам. «Ничего интересного», – разочарованно воскликнул Антон. Через несколько минут. «Магическая тетрадь может исполнить практически любое желание человека», – вслух прочитал я. «Это мы уже и так поняли», – воскликнул Никита. «И безо всякого интернета». «Однако желание должно быть сформулировано очень четко и понятно». Не обращая внимания на замечания Никиты, продолжила читать я. «Если этого не сделать, то магический предмет сам выберет, каким образом желание будет исполнено. Вот только загадывающему это может совсем не понравиться». «Что это значит?» – удивился Никита. «Понятия не имею», – воскликнул я. Но эта фраза меня очень насторожила. «Если я загадаю пиццу, то что кроме нее может появиться?» – удивился Никита. «Я тоже не могу понять, что автор статьи имел в виду», – произнесла Эля. «Нужно быть очень осторожными, когда тетрадь попадет к нам в руки». «Ты абсолютно уверена, что нам удастся ее добыть?» – удивилась я. «Да», – ответила Эля. «Мне кажется, что надо поскорее что-то придумать. Если ведьма догадалась, что ручка у нас, то она может попытаться ее выкрасть. И уже имея у себя в руках тетрадь, ручку Галины Сергеевны устроят жителям деревни веселую жизнь». «Ребята», – решил уточнить я, – «а почему мы все время предполагаем, что колдунья хочет навредить жителям Уткина? Может, у нее абсолютно другие цели? Деньги, известность, карьера?» «Этот дом, точнее его обитательницы, пользовались дурной славой, как само собой разумеющееся произнесла Эля. Живущих в этом доме боялись, недолюбливали. «Я совсем запуталась», – воскликнул я. «В Уткина проживала не одна ведьма?» «Ну…» – Эля задумалась. «Кто-то говорит, что колдунья жила в деревне более ста лет назад. Кто-то называет другие цифры. Поэтому я предположил, что у дома была не одна владелица ведьмы». Мама всегда отмахивалась от наших вопросов, не отвечая ничего конкретного. Обычно, если в деревне проживает какая-то загадочная личность, то о ней ходили много слухов. «Складываются целые легенды», – воскликнул я. «А в Уткина ничего такого нет. Дом колдуньи, вот и все сплетни». «Теперь-то мы точно знаем, что Галина Сергеевна связана с магией», – сказал Антон. «Какой у нас дальнейший план действий?» – спросил Никита. «Вы обратили внимание, когда именно Галина Сергеевна не бывает дома?» – спросил я у друзей. «Она же должна ходить в магазин за продуктами. Она ездит в город по вторникам», – вспомнила Эля. «Уезжает на первом автобусе около девяти утра, возвращается только после обеда». «У нас полно времени на поиски тетради», – обрадовался Антон. «Мне все равно эта затея не нравится», – предупредила ребят я. Колдунья заметила пропажу. «Она может заявить об этом в полицию». «Заявит о краже тетради», – удивился Никита. «Даже если она признается, что тетрадь магическая, стражи порядка не поверят в это и не будут ее искать». «Вторник уже завтра», – напомнил Антон. «Во сколько встречаемся?» «В половине десятого возле дома ведьмы», – решила за всех Эля. «К этому времени она уже точно уедет». Ночью я спала очень беспокойно. Мне снилось, как колдунья застает нас врасплох прямо в ее доме с ее тетрадью в руках. Страшно представить, что она сделает, если подобное случится в реальности. Мне в голову даже пришла мысль отказаться от этой затеи, но я тут же отмахнулась от нее. Пусть мы задумали большую глупость, но бросать друзей в такой ситуации мне не хотелось. Эля, тетрадь не работает без специальной ручки, а ручка без тетради. Утром я предприняла еще попытку отговорить сестру от странного мероприятия. Может, будет лучше, если эти вещи будут находиться в разных местах. Мы ничего не сможем себе наколдовать. Но и ведьма тоже. «Мы не знаем все ее способности», — объяснила мне Эля. «Вдруг она знает способ, как заставить нас отдать ей ручку. Какой-нибудь специальный заговор или гипноз. Почему она тогда сразу не воспользовалась?» — спросила я. «Могла бы расспросить нас и потребовать вернуть ей ручку». «Идем». Больше ничего не стало мне говорить Эля. Антон, наверное, уже ждет нас возле дома Галины Сергеевны. Оказавшись во дворе у колдуни, мы первым делом осмотрелись. Хотя друзья и заметили, как ведьмы покидают свое жилище каждый вторник, оставался шанс, что именно сегодня она изменила свои привычки. Во дворе никого не было. Тетрадь в беседке мы тоже не обнаружили. «Я даже не надеялся, что Галина Сергеевна оставит столь важную вещь на видном месте», — прошептал Никита. «А как мы проберемся в дом?» «Легко», — обрадовал нас Антон. Он приподнял стоящий на крыльце цветочный горшок и вытащил оттуда ключ от дома. Антон уже собирался открыть дверь, но я его остановила. «Надо убедиться, что Галины Сергеевны нет», — сказала я и громко постучала в дверь. «Если бы колдунья была дома, то ключ бы здесь не лежал. Сделал вполне логичный вывод Эля. Я приложила ухо ко входной двери и прислушалась. В доме стояла полная тишина. Антон открыл ключом дверь, и вся наша компания проникла внутрь. Дом оказался совсем небольшим. Прихожая, кухня и комнаты. Ничего необычного мы в его интерьере не заметили. Обычное, вполне уютное жилище простого человека. Долго искать тетрадь нам не пришлось. Она лежала на столе на самом видном месте. Никита сразу схватил ее и спрятал к себе в рюкзак. «Дома изучим ее как следует», — решила он. «Уходим», — скомандовала Эля. Уговаривать нас не пришлось. Мы быстро покинули дом ведьмы, не забыв закрыть дверь на ключ, который впоследствии спрятали на прежнее место. Проверив, не осталось ли после нас каких-то следов, мы побежали в сторону дома. На первый взгляд, тетрадь не представляла из себя ничего особенного. Ее обложка была украшена странными символами, но непонятными картинками сейчас вряд ли можно кого-то удивить. Листы тетради были абсолютно пусты. Они не были разлинованы. Записи, которые пытались внести на тетрадь, не оставили на страницах ни единого отпечатка. «Ну, с чего начнем?» — спросил Никита, доставая ручку. «Ничего», — неожиданно заявила Эля. «Я не хочу, чтобы мы использовали эту тетрадь». «Зачем мы тогда за ней охотились?» — удивился Антон. «Чтобы колдунья не смогла ее воспользоваться», — ответила Эля. «Именно это и было нашей главной целью». «Так почему бы нам не исполнить парочку несложных желаний?» — не понял Антон. «Раз уж тетрадь все равно в наших руках. Хотя бы что-то из сладостей. Антон, сладости нам покупают родители. Рявкнула на него Эля. «Мы не будем использовать магический предмет ради таких глупостей. Да и все свойства тетради нам неизвестны. Вдруг она исполняет только желание колдуньи. А может, нужно произнести какое-то заклинание перед тем, как загадывать что-либо. «А если вообще тетрадь нам назло начнет делать гадости?» «Я согласна с Элей», — заявила я. «Нам лучше не трогать то, чем мы не умеем пользоваться». «Ладно», — нехотя согласился Антон. «Хорошо», — кивнул головой Никита. «Я уберу тетрадь и ручку в коробку», — предупредила нас Эля. «Пусть они лежат на шкафу. Может, потом мы придумаем, что с ними сделать, сжечь или закопать». «Тетрадь и ручка уже были спрятаны в лесу под камнем», — напомнила я. «Ведьма смогла их обнаружить». «Тогда этот вопрос пока остается открытым», — решила Эля. «Я очень боялась, что колдунье догадается, кто именно побывал в ее доме. Но Галина Сергеевна никаких претензий нам не предъявила. К ее дому на прогулки мы больше не ходили. Опасались гнева ведьмы. Да и теперь, когда тетрадь оказалась у нас, дом Галины Сергеевны не так сильно привлекал наше внимание. Несколько дней мы вели вполне обычный образ жизни. Ходили на пляж, гуляли по деревне, играли со сверстниками в подвижные игры. Я уже окончательно успокоилась, предполагая, что ведьма не стала бы выжидать время, чтобы отомстить. То, что происходит нечто странное, я сообразила не сразу. Мелкие неприятности сыпались на нас одна за одной. Вначале перестал работать мой ноутбук. Затем Эля потеряла свой телефон. Никита уронил и разбил свой планшет. Дети, возмущалась тетя Аня. Надо аккуратнее обращаться с вещами. Тем более с такими дорогими. Как вы умудрились за несколько дней утратить столько гаджетов? Совпадение. Лишь пожал плечами я. Иначе я никак не могу объяснить такое стечение обстоятельств. Повнимательнее, пожалуйста, попросила тетя. Телефон для Эли мы собирались покупать новое, а вот Никите пока придется обойтись без планшета. Такие траты в моем бюджете заложены не были. Хорошо, мама. Никите ничего не оставалось, как согласиться. Мой ноутбук папа заберет в город и отдаст в ремонт. Вздохнула я. Вот только когда это будет? В ближайшие выходные мама и папа не собираются приезжать в Уткино. Ладно, меньше времени будете проводить в интернете. Решила найти плюсы в сложившейся ситуации тетя. Мама, я остался без планшета. Напомнил тете Аня Никита. Телефон цел. И правда, кинула тетя. Этот инцидент был исчерпан, но неприятности не закончились. Практически на ровном месте я упала и сильно ударилась коленом. Хотя обошлось без переломов, быстро ходить, а тем более бегать я не могла. Эля спеша на улицу ударилась плечом о дверной костяк. Как потом говорилась сестра, она сама не поняла, почему это с ней произошло. Но самый странный и страшный случай произошел с Никитой. Во время купания он неожиданно ушел под воду. Вначале мы с Элей подумали, что парень просто дурачится. Никита быстро вынырнул и начал неловко бить руками по воде. Зная, что брат прекрасно плавает, мы нисколько не обеспокоились. Однако, услышав крик «помогите», не могли не поплыть в его сторону. «Никита, что за шутки?» Возмутилась Эля, когда мы вытащили брата на берег. «Решил нас разыграть?» «Это совершенно не смешно». Никита тяжело дышал и выглядел очень испуганным. «Эля», — заметила я, — «это не шутка». «Никита, что с тобой?» — спросил Эля у брата. «Я сам не понял», — воскликнул он. «Стоило мне только отдалиться от берега, как я начал тонуть. Я словно забыл, как плавать». «В последние дни с нами происходят разные неприятности», — сказал я. «И это уже не кажется обычным совпадением». Странности начались тогда, когда тетрадь ведьмы оказалась у нас. С ужасом в голосе произнесла Эля. «Неужели, забрав ее, мы сами на себя навели порчу, как будто?» «Не может этого быть», — уверенно заявила я. «Мы ничего не писали в тетради, никак не пытались ее использовать. Почему она вдруг начала насылать на нас неприятности?» «Может, нужно было вернуть ее на прежнее место?» — предположила Эля. «Там колдунья ее сразу же и нашла бы», — напомнила я. «И то верно», — вздохнула Эля. «Надо еще раз внимательно изучить эту тетрадь. Может, где-то на ее страницах есть подсказка?» «Ребята!» — нас окликнул знакомый голос. «Я вас везде ищу». На пляже появился Антон. «Что такое?» — спросила Эля у него. «Я хотел с вами поговорить». Парень явно не знал, с чего начать. «В последние дни со мной происходит нечто странное. Я несколько раз падал на ровном месте, ломал и терял свои вещи. Плохо сплю по ночам». «Я практически не сплю», — тут же призналась я. «Я тоже», — воскликнула Эля. «Мне то кошмары снятся, а то просто заснуть не могу». «Никита, ты нормально спишь?» — спросил у брата я. С ответом Никита не торопился. По его растерянному виду я сразу поняла, что брат скрывает от нас какую-то информацию. «Никита, ты ничего не хочешь рассказывать?» — уточнил я. «Я...» Никита явно не хотел отвечать на мой вопрос. «Я пользовался тетрадью». «Когда?» — удивилась Эля. «И самое главное, зачем?» «Мне просто хотелось посмотреть, работает она или нет». «Ну и как?» — продолжила возмущаться Эля. «Работает?» «Видимо, работает», — ответила за брата я. «Лучше скажи, что именно ты загадал». «Я загадал, чтобы наше лето было незабываемым и полным событий», — ответил Никита. «Великолепное желание», — ехидным голосом похвалила его я. «И главное, как оно интересно исполнилось. Но я не этого хотел», — принялся оправдываться Никита. «Я думал, что нас ждут приключения, новые знакомства, события. Они нас и правда ждут», — зловоскликнул Антон. «Ссадины, синяки и потерянные вещи. Мы же читали о том, что тетрадь может сама решить, как именно исполнить желание. Если оно сформулировано недостаточно четко», — напомнила я. «А как еще можно сформулировать такое желание?» — не понял Никита. «Хочу незабываемое приключение», — продолжила я. «И это тоже трактовать по-разному можно», — заявил Антон. «Ты прав». «Вынуждена была согласиться с приятелем я. Надо было просто перечислить события, в которых ты хотел бы поучаствовать», — вступила в наш разговор Эля. «Хочу съездить на экскурсию». «На экскурсии тоже может произойти все, что угодно», — заявил Никита. «Даже если это просто поездка по городу». «И то верно», — кивнула головой Эля. «Вот видишь, очень трудно все предусмотреть. Любое загаданное нами желание, даже самое безобидное, может исполниться не так, как хочется». «Если бы я загадал мороженое», — не сдавался Никита. «Тебя бы накрыл огромный ростом с человека пломбир», — сразу ответила я. «Надо думать, как исправить ситуацию», — перебила нас Эля. «И что ты предлагаешь?» — спросил Никита. «Что нам делать?» «Не трогать магические предметы», — не упустило возможности поддеть его сестра. «Не надо было вообще прикасаться к этой тетради. Мы же договорились, что просто спрячем ее». «Эля», — перебила девушку я, — «сейчас не время для нотаций. Давайте лучше посмотрим на тетрадь». «Сохранилась ли там запись Никиты?» «Возможно, у нас получится ее стереть, и тогда его желание перестанет выполняться». Вся наша компания понеслась в сторону дома. Оказавшись в комнате Эля, мы достали коробку с тетрадью. Сестра внимательно рассмотрела каждую страницу, но они были абсолютно пусты. «Ничего», — воскликнула Эля возмущенно. «И как нам теперь отменить желание Никиты?» «Ты надеялась, что мы сможем его просто стереть», — уточнила я. «Да», — ответила Эля. «Именно так я и думала». «А что, если мы просто сделаем еще одну запись?» — предположила я. «Отменяем последнее записанное в тетради желание». «Оно точно было последним?» — решил уточнить Эля. «Мы переглянулись». «Я точно ничего не загадывала?» — воскликнула я. «И я», — сказал Антон. «Никита?» — вопросительно посмотрел на брата Эля. «Только одно желание», — уверенно ответил Никита. «Больше ничего такого я не писал». «Ладно», — кивнула Эля. «Тогда я делаю запись». Взяв в руки ручку, сестра принялась аккуратно выводить слова на странице. «Хочу, чтобы последнее загаданное желание отменилось». Надпись всего на несколько секунд задержалась на странице, после чего ярко блеснув огненным светом, исчезла. «Вот и все», — удивленно ахнула я. «Не исправить, не зачеркнуть». «А как мы поймем, что желание Никиты отменено?» — решил уточнить Антон. «Неприятности должны прекратиться», — ответила Эля. «Я так думаю». «Значит, если до вечера ничего неприятного ни с кем из нас не произойдет, а ночью мы будем спать спокойно, значит, беда миновала», — уточнила я. «Понятия не имею», — возмущенно фыркнула Эля. «Я знаю об этой тетради не больше, чем вы». «Надеюсь, что все так и будет», — вздохнул Антон. «Мы же решили отменить желание Никиты. Как раз для того, чтобы больше ничего неприятного с нами не происходило. Останемся дома или пойдем прогуляемся?» Решил сменить тему разговора Никита. «Идем гулять», — ответил Эля. «Как раз и посмотрим, будет кто-нибудь из нас спотыкаться, падать или ударяться». Захватив с собой мяч, мы поспешили на улицу. День мы провели достаточно активно. Встретившись с местными ребятами, играли в волейбол, в прятки, еще раз сходили на речку искупаться. К вечеру на мне, Эле, Антоне и Никите не появилось ни одной новой ссадины. Да и наши гаджеты остались целы. «Кажется, все получилось», — радостно воскликнул Никита, когда мы вернулись домой. «Сплюнь», — суверно воскликнула Эля. «Не надо радоваться раньше времени. Посмотрим, не будет ли нас мучить кошмары». «Ладно», — согласился брат. «Но мне кажется, что все самое страшное позади». «Никита», — прикрыкнула Эля. «Молчу, молчу», — пообещал парень. После плотного ужина, приготовленного тетей Аней, меня сразу потянуло в сон. Несмотря на не слишком позднее время, часы показывали всего восемь вечера. Я отправилась в свою комнату и прилегла на диван. В сон я провалилась моментально. Краем сознания успев отметить, что он оказался вполне приятным. Мне снилось огромное ромашковое поле, залитое солнцем. Я гуляла по нему и собирала цветы. Непонятно почему, я чувствовала радость и спокойствие. Сколько времени я наслаждалась прекрасным пейзажем, сказать трудно. Но в какой-то момент все закончилось. Небо заволокли тяжелые тучи. Послышались раскаты грома. Я принялась испуганно оглядываться по сторонам, ища место, где можно укрыться от непогоды. Подходящего убежища в поле не было и быстро побежала в сторону, где, как мне показалось, должна была находиться деревня. Гром прогремел прямо над моей головой. Именно в этот момент я и проснулась. Я села на кровати. На меня накатила волна страха, причем такого, какого во сне я не испытывала. Осматривая свою комнату, я постепенно успокоилась. Меня окружали привычные предметы, что не могло не радовать. В доме стояла звенящая тишина. Похоже, Эля и Никита мирно спали в своих кроватях, что, впрочем, было неудивительно. За окном давно стемнело, а часы показывали два часа ночи. Я решила сходить на кухню попить воды. Тихо, стараясь не шуметь, я вышла из комнаты. В кухне горел свет. Я очень удивилась, поняв, что Эля тоже не спит. «Что ты тут делаешь?» Спросила я у сестры. «Решила выпить чаю», — ответила Эля. «Не спится что-то, а ты?» «Мне опять приснилось нечто странное», — призналась я. «Вначале сон был очень даже приятным. Я гуляла по полю, светило солнце. А потом внезапно небо заволокли тучи, началась гроза. Мне приснилось нечто подобное», — удивленно воскликнула Эля. «Вот только можно ли считать этот сон страшным?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Я не могу сказать, что во сне мне было очень страшно. Страх я испытал, когда проснулась». «Ладно, будем дальше наблюдать за тем, что будет происходить с нами», — решила Эля. «Думаешь, наш сон означает, что желание не отменено?» — спросила я. «Утром поговорим с Никитой и Антоном», — сказала Эля. «Спросим, что снилось им». «Возможно, то, что нам приснились одинаковые сны, всего лишь совпадение». «А вам снилось поле?» «Солнце, начинающая гроза», — раздался из прихожей голос. «Мы с сестрой даже вздрогнули от неожиданности». Эля возмутилась. «Разве можно нас так пугать?» «Я не специально». Принялся оправдываться брат. «Скорее всего, Антону снилось то же самое», — предположила я. «Может, позвонить ему и уточнить?» «Да, но ты на часы смотрел», — напомнила мне Эля про время. «Что-то мне подсказывает, Антон не спит», — уверенно сказала я. «Сейчас схожу за мобильным телефоном». «Я хотела было направиться в свою комнату за смартфоном, но страшный грохот помешал мне это сделать». «Что это было?» — испуганно прошептала я. «Не знаю», — воскликнул Никита. «А что, если на наш дом сейчас нападет страшный монстр?» «Это всего лишь гроза», — рассмело селя, выглядывая в окно. «Лично мне ситуация не кажется забавной», — не разделила веселье подруги и я. «Наш приятный сон закончился грозой. Я проснулась в тот момент, когда пыталась добежать до деревни. Но сейчас-то мы дома, и нам нечего опасаться», — не согласилась со мной подруга. «В ту же секунду свет в доме погас. В темноте мы едва различили окружающие нас предметы. «Вот теперь мне по-настоящему страшно», — заявил Никита. «Не говори глупостей», — произнесла Эля. Но в голосе ее не было уверенности. «Надо найти фонарик или свечи». Постаралась взять себя в руки я. «Свечи точно лежат в тумбочке», — подсказала Эля. «Спички должны быть там же». Я, аккуратно стараясь не наткнуться на мебель, двинулась в указанном направлении. Через минуту я нашла то, что искала. Расставив свечи на столе, я зажгла их. Темнота немного рассеялась. «Вот так уже лучше», — сказал Никита. Очередной раскат грома донесся с улицы. Одновременно с ним откуда-то раздался грохот. Словно на пол упал тяжелый предмет. «Этот звук тоже с улицы?» — уточнил Никита. «Не думаю», — тихо произнесла Эля. «Похоже, в прихожей что-то упало». «Тетя Аня, это ты?» — спросил я, но никто не отозвался. «Мама давно спит», — напомнила мне Эля. «Надо посмотреть, что там произошло», — предложил Никита. «Мне страшно», — призналась я. «В нашей комнате все равно можно пройти только через прихожую», — напомнил мне Никита. «Если захотим пойти спать, то нам придется через нее пройти». «Ладно», — согласилась я. «Идем». Взяв в руки свечу, я первая направилась к выходу из кухни. Оказавшись в дверях, я почувствовала нечто неладное. По моим ногам пробежала волна холода, словно кто-то резко открыл входную дверь. «Ребята, здесь явно что-то не так», — испуганно произнесла я. «Все хорошо», — пыталась убедить меня Эля. «Просто сквозня». Некто неизвестный коснулся моей руки. Я дико закричала и дернулась в сторону. Свеча упала на пол и погасла. Мы оказались в полной темноте. Я ощущала потоки холодного воздуха. Глаза, постепенно привыкшие к темноте, различали мрачные бесформенные тени, кружившие по прихожей. Эля и Никита тоже время от времени испуганно вскрикивали. Я хотела открыть входную дверь, надеясь сбежать во двор, но никак не могла до нее добраться. В панике я металась то в одну сторону, то в другую, натыкаясь на мебель и стены. Неожиданно под потолком вспыхнула яркая люстра. «Ребята, что вы тут устроили?» На нас строго смотрела тетя Аня. «Мама?» — удивился Никита. «Как ты смогла включить свет?» «При помощи выключателя!» Недовольным тоном воскликнула тетя. «Что за странные игры? И почему вы не спите?» «Мы спали», — ответил Никита. А потом решили сходить в кухню попить воды. «Все трое?» — удивилась тетя Аня. А потом началась гроза. Не обратил внимания на последний вопрос мамы Никита. И серые тени начали летать за нами. «Достаточно!» — прервала его тетя Аня. «Отправляйтесь спать и больше не бегайте по дому ночью. Вы меня разбудили!» Никита хотел еще что-то сказать, но я его перебила. «Мы больше не будем шуметь!» — пообещала я тетя. «Извините!» Тетя Аня убедилась, что мы разошлись под спальнем, лишь после этого направилась к себе. Я включила лампу, перелегла на кровать. Неожиданно для самой себя я очень быстро заснула. Проснулась я от того, что кто-то сильно оттолкнул меня вбок. Я моментально открыла глаза и увидела довольное лицо Никиты. «Радуешься, что опять меня напугал?» — возмущенно спросила я. «Вставай!» — потребовал брат. «Мы с Элей решили, что делать дальше». «И что?» — заинтересовалась я. «Надо вернуть тетрадь колдуньи!» — заявил Никита. «Что?» — я моментально подскочила на ноги и начала мерить комнату нервными шагами. «Это лучший вариант!» — ко мне в комнату зашла Эля. «Вернем тетрадь Галине Сергеевне и извинимся!» «Да она после такого признания может сделать с нами все, что угодно!» — воскликнул я. «В лягушек нас превратит, чтобы неповадно было брать чужие вещи!» «Да, но если мы это не сделаем, то нас так и будет преследовать то неприятности, то призраки!» — вздохнула Эля. «Главное — говорить искренне, показать Галине Сергеевне, что мы раскаиваемся!» «Думаешь, это сработает?» Не верила словам подруги я. «Других вариантов у меня нет!» — сказала Эля. «Или мы дальше терпим неприятности или идем извиняться!» Наспех позавтракав, мы поспешили к дому колдуньи, не забыв по дороге зайти за Антоном. Парню не слишком понравилась наша идея, но пережив ночью нашествие призраков на свою комнату, он, как и мы, был напуган. «А вдруг Галина Сергеевна не такая уж и плохая?» — высказался Антон. «Что, если она сразу согласится нам помочь?» «После того, как мы влезли в ее дом и украли тетрадь, ведьма вряд ли испытает к нам добрые чувства», — развеяла его надежда Эля. «Извинимся, обещаем, что больше так не будем. Упрашиваем ее помочь нам избавиться от напастей». Подойдя к дому ведьмы, мы сразу заметили, что Галина Сергеевна сидит во дворе и смотрит за калитку. Встретившись с ней взглядом, я почувствовала, как во мне поднимается волна страха. В голове появилась мысль бежать, куда глаза глядят и не оглядываться. Я даже сделала шаг в сторону, но Эля крепко схватила меня за руку. Мы прошли во дворы и встали напротив колдуньи. Я понимала, что надо сказать хоть что-нибудь, но не могла вымолвить ни слова. Судя по молчанию, ребята не испытывали такие же чувства. «Пришли вернуть тетрадь?» — спросила у нас Галина Сергеевна. «Да», — тихо ответила я, — «наигрались, много желаний смогли исполнить». В голосе ведьмы звучала издевка. «Ни одного», — честно ответила я. «Естественно», — усмехнулась Галина Сергеевна, — «тетрадь исполняет желания, загаданные женщинами моего рода. Над вами тетрадь могла лишь поиздеваться». «Так и произошло», — прошептал Никита. «Простите, мы не хотели ничего плохого». «Мы думали, что при помощи тетради вы начнете насылать порчу на жителей Уткина», — признался Антон. «Даже не собиралась тратить силы и время на такие глупости», — возмущенно воскликнула Галина Сергеевна. «Тетрадь мне была нужна лишь для того, чтобы улучшить свою городскую жизнь. Вы можете сделать так, чтобы неприятности больше не происходили с нами?» — решил попроститель. «Хотелось бы вас проучить как следует», — со злостью в голосе произнесла Галина Сергеевна. «Только жаль тратить на это время и силы. Отдайте мне тетрадь и не вздумайте никому рассказывать, что держали ей в руках». «Мы никому ничего не расскажем», — пообещала я. «Честно», — поддержал меня Антон. Эля молча передала тетрадь Галине Сергеевне. «Идите отсюда», — велела нам ведьма. Уговаривать нас не пришлось. «Мы быстро покинули двор колдуньи». «Как думаете, ведьма не будет нам мстить?» — спросил Антон. «Она же сказала ей, жалко тратить на нас силы и время», — чуть раздраженно ответила Эля. «Будем на это надеяться. А что на самом деле у нее в голове, мне неизвестно». Галина Сергеевна покинула деревню через несколько дней. Неизвестно почему, но неприятности с нами больше не происходили. Может, ведьма нас просто пожалела, а может и правда не захотела тратить на нас свою энергию. Я несколько раз пыталась рассказать знакомому колдуньи ее волшебной тетради, но стоило мне только открыть рот, как слова будто застревали у меня в горле. Лишь с Элей, Никитой и Антоном я могла обсудить произошедшее с нами событие. «А ведь я тоже ни с кем не могла поделиться этой историей», — признала Селия. «Я хотела рассказать о тетради подруги, но не смогла вымолвить ни слова. Похоже, как-то ведьма на нас все-таки воздействовала», — догадался Никита. «Она решила сохранить таким образом свою тайну», — вздохнул Антон. «Не поверила, что мы будем молчать». «Лично мне больше не хочется узнавать чужие секреты», — воскликнул я. «И тем более делиться ими с кем-то». «Съемка» Продолжение следует...